Спасибо, друзья! Ну и сейчас на этой сцене Александр Севера встречает! Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте всем! Смотрите, знаете, бывают люди, которые пытаются тебя утешить и делать еще хуже. Я просто ходил недавно встречаться с девушкой, да, мы с ней общались, гуляли, потом оказалось, что у нее есть парень, и я, естественно, расстроился, и она, чтобы меня успокоить, сказала, слушай, говорит, но просто я тебя как парня не рассматривал. Чисто тебе как бы прям отлегло, да, чисто мне прям легче с того, да? Я думаю, блин, кстати, вообще, у чего утешать, а? Откуда ты такая взялась? Вот хорошо, что ты не работаешь где-то в больнице, да, вот. Там тоже нужно утешать людей, как бы ты это делала? Типа, простите, но мы его не спасли. Что случилось? Ну, просто мы этот вариант даже не рассматривали. Да, вот так, что ли, или как? Просто, знаете, мы с ним потом дальше общались, дальше гуляли, и говорю, слушай, а как твой парень относится к тому, что ты со мной хочешь гулять? Она говорит, он не ревнут. То есть, понимаете, походу, он меня тоже как парня не рассматривает. Видимо, они на этом и сошли. Вы пидоры. Смотрите, делал Галис. И у меня нет девушки, да, ну, как бы, есть проблемы с девушками, и у меня вот ко всем девушкам есть претензия. Вот прям претензия. Перестаньте гулять с кем-то еще, когда уже с кем-то другим встречаетесь. Просто, просто получается так, как будто бы вы, ну, параллельно ищите вариант получше, да, типа, у меня есть парень, у меня есть парень, у тебя есть шансы, да? А я вот тот человек, которого, которого всегда не получше, знаете, вот всегда. Вот, парни, если когда-нибудь вы увидите, что я болею с вашей девушкой, не переживайте. Это только укрепит ваши отношения. Можете, да, да, да. Можете, знаете, можете прямо набирать мне в случае проблем. Слушай, она вам не сомневается, пойдите, не погуляй, да? Я погуляю, все станет как раньше. Я вот задумался вообще, а где берут свободных девушек, вот откуда они берутся? В зале есть свободные девушки? Я так и знал, у него же пидоры, да? Есть свободные? Нету, вот видите, я. Есть? Просто ты со мной не будешь. По свиданию у тебя появится парень. Серьезно. Это был предвестник отношений, понимаешь? Тут я, ну, блин, можно провалиться. Короче, в хорошем месте вот так. Так вот, так вот, да? Просто, ну, реально, реально, не знаем, где брать свободных. Просто откуда вообще? Вот, ну, типа, не знаю, в роддомок, и там в очередь на девочку становиться, или, как... Ходить за мамашей, говорить, роди мне жену, да? Роди мне жену. Как? Откуда? Где искать свободных? Просто в моем мировоззрении, мне кажется, это идет скоро до того, что я буду подходить к парочкам влюбленным на лавочке, и говорить, я, конечно, извиняюсь, но вы, как-то, расстаньтесь девушку, не выбрасывайте. Буду бы там стоять, типа, не приделать. Рядом, над душой, знаете, такой отношенческий бомж. И я вот... И недавно у меня уезжали друзья, это для вас, у меня уезжали друзья, просили присмотреть за квартирой, и вот я там просто жил. И все. И кто-то может сказать, дебил, мог бы папу водить, но не мог. Потому что там вот один арк, и на системе висит портрет жены, и от пола до потолка, и стенд с ее фотками. И, ну, как я приведу сюда? Что я ей скажу? Типа, это чужая квартира, я так тебе потрахаться привел? Ну, это вряд ли здесь работает. Да, и начал думать, что с этим сделать. И вот единственное, что я придумал, это на каждой фотографии уголок черным скотчем заклеить. Верно, парень, ты разгадываешь шутки посмертно. Именно так. Вот, думаю, тоже, где я найду такой, который возбуждает поминальная атмосфера, да? Который скажет, ммм, запахладанно. Я хочу тебя. Иди сюда, мой светлый отец, да? Где такую найти? Б. Но я отмел этот вариант. Я отмел этот вариант, потому что, знаете, ну, можно попасть в неловкую ситуацию, и я все-таки решу ее соблазнить. Она налью ей вина в бокал, и она такая, ну, ничего, конечно. Все. Весь вечер пойдет к концу, знаете. И вот, и все равно, как и любая девушка, она спросит, кто это. Все равно спросит, кто это. Вот, что я это ищу? Это моя будущая. Это меня просто так не выходит. Да, вот так, что ли? Слушайте, есть предложение для записи, что? Есть предложение просто уже не для записи еще, да? Можно вольнуть чуть-чуть? Чуть-чуть, да нет. Мне можно. Короче, я после этого задумался, да? Можно я так буду выступать вот? Просто. И параллельно еще ногою их бить. Поломаю ногою его пальцы средние. Короче, смотрите. Я после этого задумался, знаете, вот, как понять, когда люди начинают встречаться? Вот тогда вспоминал этот момент, что люди хоп и встречаются. Типа, просто можно приехать с девушкой после клуба, переспать. И, ну, вы не пара. Можно ходить за ручкой, и вы встречаетесь. Где эта грань? Просто в 13 лет все очень просто, да? Ты как бы подходишь и говоришь, да вы встречаться. И вот, все, вы встречаете. Она говорит, да. Просто мне 29. Если подойдут кому-то, скажут, да вы встречается, вот это будет нет. Она скажет нет и купит сладкую вату, да? Просто, знаете, единственный вариант, это найти 13-летнюю, да? Вот. Но там тоже будет нет. Только об этом скажет ее батя, да? И поэтому я нашел способ, я нашел способ, как разобраться. Это вот, если в какой-то момент девушка тебе говорит, слушай, нам надо бы расстаться, то вы встречаетесь, подруга. И знаете, я не понимаю отношения на расстоянии. Вот у меня есть знакомая, у нее парень в Николаеве. Вот в Николаеве, понимаете? Она в Харькове. Там не шеф-пьед живет в Харькове, парень в Николаеве, они встречаются. Чтобы вы понимали, между Харьковом и Николаевом 550 километров расстояние, вот. А они все время встречаются. Просто, вы представляете, насколько это у человека длинный член, а? И как ему неудобно трахать им кого-то в Николаеве, вот. Я, знаете, не поленился, взял циркуль, померил по окружности. В общем, у чувака еще есть девушка в Ахтырке, в Хамельницком, и пару русалов в море. Еще я не понимаю пластическую хирургию. Это последний будет. Пластическую хирургию. Объясним. Потому что, вот именно благодаря пластической хирургии, мне кажется, многие девушки начали думать, блин, мне нужно в себе... Здорово, пацаны. Как дела? А, вы не понимаете меня. Альберт, скажи им что-то на своем. Получил? Это на твоем, это на моем. Приехали тут, блин, с холодной горы. Так вот, смотрите. Просто из-за пластической хирургии, вот, многие девушки начали думать, что мне нужно в себе что-то исправить. Мне недавно знакомая звонит, говорит, я себе уколола ботокс в лоб. Я думаю, сука, что не так со лбом у тебя было? Ты хотела всегда лоб побольше, или что не так? И она говорит, ну это же ничего страшного. Я говорю, ну, ничего страшного, конечно. Просто ты себе укол в голову сделала. Теперь две недели, ни мочи, ни расчесывай. И знаете, я просто могу... Мне кажется, сделать укол ботоксом в лоб нужно в одном случае. Это вот если тебя парень попросил, а то ему слишком твердо членом полу стучать. Единственный вариант. Спасибо, с вами был Александр Селин, у меня все. Александр Селин и Пакат Альберта. Кого полного раз выступления Александра? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Доигрались до батла, возможно. Хотели, пора шутить, но нет. Друзья, у нас еще есть один комик, и в принципе, пора бы ему выйти на сцену или опять придется снимать. На этой сцене Владимир Степаненко. Аплодисменты. Привет, народ, че, как вы? Нормально все? Смотрите, я не курю, я только недавно увидел, что сейчас на всех пачках сигарет пишут надпись «Курение убивает». То есть, понимаете, получается, раньше Минздрав просто предупреждал и курение вызывало, курение приводило. Сейчас Минздрав конкретно угрожает. Я думаю, если курильщики не поймут даже этого намека, то через пару лет они будут покупать сигареты, открывать пачку, а там вот пальцы родственников. И записка от Минздрава мы знаем, где ты живешь, падла. Да, спасибо. Смотрите, народ, такая ситуация. Тут люди шутки рассказывают. Если бы я хотел послушать тишину, я бы занялся сексом с женой. Поэтому давайте вы будете как-то реагировать. Да. Это очень некультурно, ребята. Смотрите. Просто, хотя, возможно, с другой стороны, сейчас на всех пачках пишут «Курение убивает», потому что сигареты стали еще хреновее сейчас. И это просто юридическая безопасность для табачных компаний. Типа, вы знаете, что от ваших сигарет умер человек? Там было предупреждение написано на пачке. Да, но у него сигарета взорвалась во рту. На пачке, на пачке. Посмотрите внимательно. Мы просто написали, что кто-то умрет. Мы не говорили, что где, когда и кто именно. Да? Смотрите. Сегодня надо только петь. Да и курильщики. Знаете, есть курильщики? Есть, да? Согласитесь, вот единственная надпись на пачке, которая отговорит вас покупать сигареты, это 100 баксов. Если на пачке будет написано 100 долларов, то курильщик такой, ну, не очень-то и хотелось. Покурю в другой раз. На юбилей, наверное. Дадут денег, покурю. Я недавно был на дне рождения у ребенка, которому исполнялся год. И чтобы вы понимали, это был прям пир. Вот была куча еды, выпивка. Снимался ресторан. Была чью программа. Я в какой-то момент подумал, что это не праздник, а с ребенком просто будем прощаться. В конце действа всего родители скажут, ну, смотри, это двухметровый торт, это мимы, а это твои хозяева. Хорошо, что ты у нас уже научился ходить. Будешь носить за тетей айфон. Просто, блин, деньги, такие выбрасывать деньги. Если я своего ребенку когда-то на полтора года, на год сделаю такой праздник, я скажу, смотри, маленький чмо. Мы празднуем как бы сейчас, но это тебе как бы до конца жизни. Это будет единственный день рождения. Я вложусь один раз и до конца. Смотрите. Я вообще не понимаю, зачем тратить такие деньги, если все дети до полутора года в принципе похожи друг на друга и можно просто накачать фото с интернета. Потом он будет смотреть фотографии и говорить, ну, серьезно, у меня в детстве был мотоцикл. И ты такой, да, да. Мы жили тогда совсем другой жизнью. У тебя был мотоцикл, мы ездили на море, а вот к тебе на день рождения приезжала Тимка, Карташьян, и в качестве подарка кормила тебя грудью. Да? Такой вот отличный подарок был от Тим. Спасибо. Сколько говорят, три минуты прошло, спасибо. А теперь вне конкурса. Я иногда подрабатываю ведущим в истории. Это такая просто игра, где есть какой-то сценарий. И мы недавно проводили игру для... И мы недавно проводили игру для очень-очень богатых детей. Вот прям... Там было одно из условий игры, надо было им придумать город в команде. И мы спрашиваем у одной девочки, какой... Не город, а страну. Из какой страны? Она говорит, без Монте-Карло. Мы говорим, Монте-Карло это не страна. Говорит, какая страна? Она говорит, Монако. Мы охуели вот. Просто... Она в 10 лет говорит, знаешь, что такое Монако, Монте-Карло. И просто я думаю, а мы... У нас в игре есть пистолеты, которые стреляют присосками. Вот. Она из Монако приехала, понимаете? Я думаю, чем мы тебя удивим? Но потом я подумал, что... Я понял, что на самом деле это не подарок на день рождения. Это на самом деле просто родители таким образом наказывают своего ребенка. Она просто подходит, говорит, смотри, видишь этих 30-летних чмошников? Вот. Если будешь себя плохо вести, я перестану тебе давать деньги. и тебе приходится работать так же. Спасибо за внимание. У меня все. Владимир Степаненко. Друзья, как вам понравилось его выступление? Давайте я посчитаю. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре... Восемнадцать. Нифига себе. Как-то очень неожиданно, что было прям даже для меня. Я как бы считал, считал, а вторая часть зала неожиданно так вся проголосовала. Ну что ж, друзья, да. Все, что мне осталось, только пригласить сюда, да, мне есть. Все комиков, которые сегодня выступали, это были Александр Севин, Владимир Степаненко, три удасты, две третий ухов, Альберт Лоян и Владимир Олещенко. Шок у всех, да. Это, по-моему, была такая подстава. Не подстава, но тем не менее, друзья. И так вот эти комики сегодня выступали. Да, вот Андрей помог уезжать, но ничего. Но зато у нас нет банка, в этом есть плюс. Наверное, ребята просто хотели, давайте мы все проголосуем, а не закончим. Ну что ж, и тогда я за второе место сегодня, то есть сертификат на 200 гривен, вот человек, которому вот и стоило бы есть, но он теперь будет, Альберт Лоян. Ну и победитель сегодняшнего открытого микрофона, живые 200 гривен, вот я не знаю, зачем. А, Владимир Степаненко. Да, Владимир теперь должен в задней части зал. Друзья, ну что ж, мы встречимся с вами через неделю, если вы, конечно, снова сюда приедете, здесь же фарши. Ну а если вы хотите послушать хороший, качественный стендап за деньги до 11 октября, мы ждем вас в шоу из стране Альбир на стендап-баттмере Колосты и Броди Женатый со специальными гостями Андреем Щегелем и Антоном Тимошенко. До новых встреч, спасибо, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok